Визит оперативников в рабочий кабинет главы стал для Александра Котова полной неожиданностью, как и предъявленные ему обвинения. В отношении вас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это что такое? По факту превышения должностных полномочий. По версии следствия, чиновники оказывали незаконное покровительство одной из организаций, занимающейся строительством дорог в регионе. Они дали устное разрешение генеральному директору компании на добычу и вывоз песчаногравийной смеси. Действия должностных лиц повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в области лицензирования и добычи полезных ископаемых. По неофициальным данным, руководитель фирмы является родственником Котова. Совсем недавно и он стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества с оплатой мнимых работ из бюджета Солецкого округа. А сегодня утром наручники защелкнулись на запястьях его покровителей. Я не уберу, я больной. Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УРФСБ России по Новгородской области и Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции. Завтра Новгородский районный суд изберет для подозреваемых меру пресечения. Следком ходатайствует о заключении под стражу. В Управлении информационной политики региона прокомментировали задержание муниципальных чиновников. Правительство Новгородской области будет внимательно следить за развитием этого дела, вступает за беспристрастное течение судебного процесса. И если по итогам судебного процесса выяснится, что инкриминируемое этим должностным лицам преступление доказано, то они, конечно, должны понести и заслуженное наказание. И правительство Новгородской области будет оказывать все содействие, необходимое следственным органам и будет следить за этим процессом. Уже сегодня представители новгородского правительства отправятся в Сальцы, чтобы встретиться с администрацией. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главы округа. Деятельность муниципалитета продолжится в рабочем порядке.